сегодня я расскажу вам как стать аналитиком и мой доклад будет основан на опыте моих коллег на моем собственном опыте на опыте этих людей удивительной судьбы и за время нашей карьеры возникали такие ситуации когда нам хотелось бы получить ответ от специалиста который знает как надо сделать правильно знает о будущих проблемах как все устроено правила игры но такого не было и я надеюсь что этот доклад как раз поможет вам в такой ситуации или по крайней мере развлечет чуть-чуть про себя сначала я начал в науке я был ученый я защитил кандидатскую диссертацию а потом внезапно перешел войти и стал аналитиком поработал в рамблере потом мэвру потом я перешел геймдев компанию social quantum где совместно с моей командой я занимался продуктовой аналитикой мобильных игр это ферма стебилдер сейчас я руководитель отдела аналитики в компании my games моей невероятно крутой командой мы занимаемся бизнес аналитикой маркетинговой аналитикой продуктовой аналитикой для pc консольных игр это шутеры такие как варфейс армалит варфейр это мморпг такие как лост арк перфект ворлд аркейдж и над сказать что компания my games это очень крутое место это содружество студии различных студий разработки который чей творческий процесс my games не вмешивается приходит когда им нужна помощь например с маркетингом или с аналитикой или гендизайном и те люди которые меня окружают это те самые удивительные люди о которых сегодня пойдет речь сегодняшний доклад будет строиться из трех частей первая часть хорошо видно название но это мечта и прыжок веры зачем вообще менять работу и почему аналитика это лучший выбор вторая часть это сражение восхождение что нужно знать чтобы стать аналитиком что нужно уметь и как составить резюме чтобы вас взяли на работу да сегодня расскажу тоже об этом наконец третья третья финальная часть что будет когда вы прибудете на место чем вы столкнетесь какие будут проблемы почему у вас все получится первая часть мечта и прыжок веры это как хоббит который сидел на крылечке у своего своей норы и курил трубку а в конце помчался навстречу приключениям за гномами и за волшебником точно так же здесь первая часть будет об этом когда я работал ученым я защитил кандидатскую диссертацию это был научный институт академгородка я стал руководителем research and development группы мы выигрывали гранты писали статьи мы делали исследования изготавливали приборы я стал конференциях я распределял деньги обязанности контролировал выполнение и сам делал большую часть научной работы но однажды я понял что что-то упускаю я понял что что однажды мы все умрем да вот такая вот такая мысль капитан очевидность то наши силы не бесконечны наше время ограничено наши возможности тоже ограничены делаю ли я что-то такое что вдохновляет меня что-то такое уникальное и прекрасное почти на все вопросы ответил я нет дело в том что современное все что мы делали приборы научные статьи исследования это конечно все круто но практически неприменимо практически получалось так что поскольку состояние химической отрасли находится в россии на низком уровне зовем это так мое желание приносить реальный результат невозможно реализовать но было кое-что хорошее моей работе хорошее было то что не нравилось исследование не нравилась работа по анализу анализу данных не нравилось узнавать что-то новое открывать причины происходящих явлений именно вот эти открытия именно вот эти достижения давали мне тот самый дофаминовый толчок который приводил к тому что работа вроде бы нравится вроде бы все не так уж и плохо тому же от того чтобы ее сменить были вещи которые держали меня прежде всего это обязательство как у каждого человека с возрастом появляется обязательство его семьей перед какими-то людьми и ты понимаешь что ты не можешь вот так просто взять и пойти куда-то туда навстречу приключениям навстречу своей мечте просто потому что это немного страшно и я же вроде как руководитель я чем-то там процессами управляю людьми а когда я сменю отрасль я стану обычным женом я приду новичком туда и начну все сначала а это значит и потеря статуса и потеря престижа и может быть не надо ничего менять но вот это нереализованное желание приносить какой-то реальный результат она остается я понимал что если я продолжу его игнорировать то рано или поздно это приведет к саморазрушению я видел примеры людей которые не решились в определенный момент сделать шаг и успевались видел прекрасных прекрасных женщин невероятно красивых и умных которые становились как сутулины горевшие спички гражданками и я понял что мне точно нужна передогрузка и для этого у меня есть для вас три хорошие новости как же сделать этот решительный шаг прежде всего прежде всего следует понять то что в отличие от их далеких времен когда вы были школьником или студентом вам больше не нужно чужое одобрение чтобы решиться сделать шаг он больше не надо чтобы родители говорили сделал правильный выбор или нет лучше так не поступай вам не нужно одобрение каких-то учителей каких-то других людей ваших друзей вам достаточно собственной решимости вам достаточно поддержки своей семьи и все этого хватит чтобы сделать решительный шаг вторая хорошая новость вторая хорошая новость что возможности не появляются сами по себе если ничего не делать если просто сидеть и ждать когда же наконец все изменится ничего не произойдет нельзя спокойно сидеть и ждать появления новых возможностей нужно делать решительный шаг чтобы все изменилось само по себе ничего не изменится и наконец третья хорошая новость почему надо делать решительный шаг она заключается в том что не работает но геймдев это круто я думаю тут вы не будете спорить но и кроме этого аналитика это лучший выбор этот тезис возможно не совсем понятен до конца я его расскажу подробнее кто такой аналитик данных и чем он занимается в компании по разработке игр аналитик данных это тот человек который поможет компании принять решение принять решение не на основании экспертов мнения потому что кто-то там так видит или кто-то так считает нужно делать именно так а не иначе а на основании анализа данных на основании того что происходит в вашей игре как он это сделает он посмотрит что происходит внутри нее что людям нравится что не нравится какие режимы они играют а в какие нет а каким оружием пользуются а какие карты для них предпочтительнее а какие есть паттерны поведения у ваших людей внутри они сформированы как они влияют на игровой процесс как они влияют на игровой опыт как поменяется их взаимодействие с игрой когда вы несете какие-то изменения в нее на все эти вопросы может ответить тот человек который проведет анализ на основании данных вашей игре для этого он соберет и обработает информацию он посмотрит что внутри игры действительно происходит он проанализирует эти данные сформирует из них понятные выводы с которыми он придет команде разработки проекта пройдет продюсер рулит гд и покажет за счет чего можно улучшить игру где у нее точки роста где узкие места фактически аналитик данных это такой консультант который раскроет потенциал вашей игры поможет сделать вашу игру прекрасной именно качество принимаемых решений тех решений которые вы сделаете на основании его рекомендации определяет значимость аналитики за этой компанией это прекрасная работа потому что вы только вы знаете что происходит на самом деле внутри этого продукта и вы готовы помочь сделать игру хорошей черт возьми прекрасно ладно на самом деле аналитик данных это такая большая роль всеобъемлющая и когда говорят про человек что он аналитик данных на самом деле он может делать немного разные задачи мы делаем задачи и продуктовой аналитики и бизнес аналитики и маркетинговой аналитики но чаще всего это три разных человека по крайней мере три разных роли кто такой продуктовый аналитик продуктовый аналитик это самая веселая часть работы аналитика данных это тот человек который смотрит что происходит внутри вашей игры как не играет что им нравится что не нравится как заходит то или иное обновление как как улучшить игру изнутри следующий это маркетинговый аналитик маркетинговый аналитик помогает маркетологам приводить аудиторию вашу игру Позволяет им оценить, насколько успешна та или иная компания. Поскольку маркетинг должен заплатить деньги здесь и сейчас, а окупаемость от игроков, которые пришли в нее, наступит где-то потом, через полгода или через год, надо принять правильное решение. И вполне может быть, что сегодня вы сливаете деньги никуда, и они никогда не вернутся. А возможно, вы не дотрачиваете деньги, вы не реализуете потенциал игры, вы не можете масштабировать сегодняшнюю закупку, хотя эта прекрасная аудитория принесет невероятно большое число денег. Но вы узнаете об этом когда-то потом. Маркетинговый аналитик поможет маркетологам принять правильное решение, поможет спрогнозировать окупаемость тракта. И, наконец, третье. Это бизнес-анализ. Бизнес-анализ — это тот человек, который посмотрит на игру в целом. Куда игра движется? Что будет с ней завтра, через месяц? Сколько мы заработаем? Сколько к нам придет новой аудитории? А какие бюджеты мы должны заложить на тот же самый маркетинг, например, в следующем году, чтобы выручка нашей игры составила вот столько? А что произойдет дальше? Что будет, если мы, например, изменим этот маркетинговый бюджет? Как изменится трафик в нашей игре? Как изменятся показатели монетизации? Это тот, который поможет продюсерам проработать стратегию дальнейшего развития продукта. И, наконец, именно то, что они такие важные, и приводит к тому, что аналитик данных нужен здесь всем. Быть дата-дривен компанией – это модно, стильно и молодежно. И это не только геймдев, конечно. В основном это банки, телеком, коммершал, ритейл. Фактически всем им хотелось бы принимать решения на основании анализа данных. И это приводит к тому, что аналитиков не так уж и много. Остается для геймдева. Еще что выиграли, ввели надо. И получается так, что зарплаты их растут. И это у меня хорошая новость. Да, это не 14-я часть добычи дракона, но, тем не менее, тоже неплохо. Начальное, как джун, вы сможете рассчитывать примерно на 80 тысяч. Когда вы дойдете до стадии медла, через 1-2 года, это будет 120-130 тысяч в среднем. У сеньора уже 200. А на C-левеле, на экспертном уровне, порядка 290 тысяч в месяц. Это неплохо, согласитесь. Кроме того, это невероятно круто, невероятно интересно понимать причины происходящих явлений. И помогать делать игру еще лучше, раскрывая ее потенциал. Так что, как видите, все не так плохо. И впереди все достаточно хорошо выглядит. Однако, подходит ли эта работа конкретно вам? Готовы ли вы действительно быть тем человеком, который может стать аналитиком данных? Что для этого нужно? Может сложиться впечатление, что только математики или только программисты, это те самые люди, которые анализируют данные, что-то с ними делают. Но это не совсем так. На самом деле, одним из главных является просто то, что вы просто умный человек. И вы сможете в этом разобраться. Вас не пугает математика? Да, конечно, вас не должна пугать математика. У вас должно быть критическое мышление. И вы хотите докопаться до сути происходящих событий. Вы хотите понять, почему это происходит. И хотите рассказать об этом другим людям. Это тоже обязательный навык. Если вам все это нравится, если вы хотите улучшать игры, то вы подходите для этого. Если вы чувствуете прилив дофамина от открытий достижений, то вы наш человек. Следующая часть. Приключения. Это сражение и восхождение. То, что ждет вас, когда вы решили сделать прыжок веры навстречу своей мечте. И правила игры. Для того, чтобы сформулировать направление на основании данных, чтобы люди могли принять решение на основании данных, вы должны провести проверку гипотез. Вы должны построить определенным образом логику решения задачи для проверки этих гипотез и написать код. Раз вам придется писать код, то вам наверняка необходимо будет знать на достаточном уровне Python. Но это не значит, что вы должны стать великим программистом. Это уровень достаточный для анализа данных. Необходимо знать SQL, язык запросов, потому что вы будете взаимодействовать с данными, и вам нужно уметь их извлекать, обрабатывать, фильтровать, группировать, соединять друг с дружкой. Вы должны понимать статистику. Вы должны знать статистику. Это необходимый навык, например, для проведения АБ-теста. Очень раскрученная тема в аналитике данных. Кроме того, что вы научитесь соединять эти данные из разных источников для проверки вашей гипотезы, вам нужно представить эти, проанализировать эти результаты и представить их для того, чтобы решение было принято. Даже если вы сделали прекрасный вывод, но не смогли его донести до ЛИП-ГД или до продюсеров, до тех людей, кто принимает решение, вы работали зря, потому что решение не было принято. И поэтому лучше всего использовать, понимать, как правильно визуализировать информацию и наверняка желательно уметь владеть хотя бы одним из BI-инструментов. Это может быть Tableau или Power BI. Сейчас это наиболее удобные продвинутые инструменты для Business Intelligence систем. Ну и третья часть. Третья часть. Вам должны нравиться игры. Окей, с этим мы справились. Да, и вы должны понимать, почему люди играют в эти игры. Зачем люди вообще играют в игры? Зачем они их запускают? Что они получают? А как понять, что они получают? То, зачем пришли? А зачем люди вообще платят в игре? Что такое их заставляет? А почему после первого платежа они делают второй платеж? А почему некоторые люди вообще не будут платить? Все это вы должны понимать. И это есть понимание бизнеса изнутри. Того, как вы как игрок можете взглянуть на это со стороны и понять, почему это происходит. И последний навык, который относится скорее к софт-стиллам. Вы должны хотеть улучшить эти игры. Какая бы игра ни была, пусть это хоть MMORPG, хоть матч-3, хоть шутер, на PC или на консоли, неважно. Вы должны желать ее улучшить. Вы должны найти способы, как раскрыть ее потенциал. Да, возможно, если игра откровенно плоха, ничего не получится. Такое бывает. Но приложите все усилия для того, чтобы это исправить. Как этому научиться? Три способа. Первый, самый дешевый. Самый легкий. Вам придется учиться самому. Вам придется, возможно, для этого вам придется поговорить с кем-то, кто уже работает в индустрии, чтобы он составил список бесплатных ресурсов, которые помогут вам в освоении тех навыков, которые были на предыдущем слайде. На самом деле, для того, чтобы стать игровым аналитиком, вы просто должны стать хорошим аналитиком. Игровой аналитик обычно это просто хорошо спилованный аналитик, который играет в игры и понимает, что в играх происходит и почему. Почему игры и как они монетизируются, почему люди в них играют. Поэтому для такого человека есть огромное число бесплатных ресурсов. Ура! В наше время такого не было, к сожалению. Но сейчас все больше и больше. И вы можете изучить и SQL, и Python, и статистику. И, в общем-то, через 3 или 6 месяцев вы будете готовы к тому, чтобы перейти к стадии джуна, пойти собеседоваться. И, конечно, я советую вам обзавестись знакомствами в игровой индустрии людей в той или иной студии, в лица в комьюнити, либо в комьюнити аналитиков, либо в игровое или игровых аналитиков, которые тоже есть, но там вход по приглашению. Много я вам дал. Следующий, третий. Второй путь – это платные курсы. Проблема с платными курсами. С одной стороны, есть плюсы. Плюсы в том, что кто-то за вас структурировал информацию, кто-то за вас позвал специалиста из индустрии, и он изложил последовательно, но насколько хорошо он изложил эту информацию. Часто бывает, и я слышал это не раз от людей, которые проходили платные курсы. Да, за них надо же платить. Кто проходил платные курсы, им говорили, ну, раз ты не понял статистику, посмотри, пожалуйста, курс на степике, вот там карпов курс, там все изложено. Я вот не умею так объяснять, за что же ты деньги берешь тогда. Посмотрите платные курсы и там зачем? Зачем тогда было платить и зачем было все это проходить, если можно было воспользоваться Гуглом? С Гуглом мы все сильны, и все эти ответы там есть. Есть большие вопросы к качеству этих курсов, безусловно. Возможно, я бы рекомендовал некоторые, но это уже отдельно. И, наконец, третий путь для самых хардкорных людей, наверное, для математиков или программистов, это путь через Data Science. Data Science настолько раскрученная тема, что есть очень много ресурсов, которые погрузят вас в глубины того, как Python, можно использовать в большом наборе задач по анализу данных, интеллектуальному анализу данных, применению современных алгоритмов машинного обучения для того, чтобы прийти в Data Science. Но вы пойдете не в Data Science, а вы пойдете в Аналитику. Да, вы тоже придете с женом на ту же самую стартовую позицию, как и все остальные, через 3-6 месяцев. У вас те же самые требования будут, как и у других женов, но в техническом плане вы будете наверняка на голову выше их, если вы играете игры, если вы любите игры и понимаете, почему в них люди играют. И у вас все будет хорошо, я вам обещаю. Однако, когда вы закончите эти курсы, пройдете самообучение или вдруг почувствуете, что вы тот самый Data Science через 3-6 месяцев и хотите попробовать, вдруг окажется, что, в общем-то, джуны никому не нужны. Вот уже разочарование. Вы заплатили 80 тысяч или 150 тысяч за профессию аналитика данных, вам пообещали прекрасное будущее, вы приходите, вам говорят, нет, нет, пожалуйста, давайте следующий. Что такое? Почему так? Что за несправедливость и почему это было, что это за обман такой? На самом деле это не обман. Точнее, вас обманули, когда вам продали курс, это да. Там был обман. А в индустрии нет. Дело в том, что время – это один из основных ресурсов. И большинство компаний, они хотят покупать сотрудника на рынке сразу, сразу готового, потому что они не хотят тратить время на его обучение. Им нужен тот самый, кто завтра придет и начнет приносить пользу. Тот самый, который уже готовый специалист, хороший, сформированный. Да, он будет стоить дороже. Зато его не надо учить. Мы можем сэкономить время, и вот завтра он уже начинает приносить пользу. Следующий шанс. Но с другой стороны, где найти это большое обилие углов, сеньоров? И просто нет. И компания рано или поздно приходит к решению к тому, что хорошо, окей, давайте мы возьмем джуна, выучим его. Через какое-то время он станет хорошим специалистом. И, пожалуйста, нам не надо так долго и тяжело искать на рынке. Но вдруг оказывается, что в IT человек готов часто менять работу. Получается так, что джун, выучившись у вас, вдруг уходит в другую компанию. Вы такие, черт возьми, я вложил у него деньги, я вложился в это обучение. Лид аналитики сидел с ним, исправлял его ошибки. Он научился и ушел. Черт возьми, зачем я это делал? Да, это все существует. Да, все именно так и произойдет. Именно поэтому компании не хотят вкладываться в обучение. По идее, менеджер, который у вас существует, лид аналитики, хедов аналитик и так далее, старший квалифицированный парень или девушка, должен научить вас стать отличными аналитиками, приносить компании пользу. Но часто так получается, что менеджер занят собой. Вообще-то его волнует его будущее, а не ваше. Не будущее компании, а его собственного. Его волнуют бонусы годовые, выполнение KPI и другие вещи. Не вы. И так часто бывает, что именно поэтому никакого обучения не произойдет. Человек придет в джунном, долго им останется. Это существующая проблема в индустрии. Но все равно, все равно стоит попробовать. Когда стоит пробовать, когда можно понять, что вы готовы к тому, чтобы начать пробовать? Начать пробовать, приходить в компанию джунном. Вам нужно спросить других людей. Вам нужно спросить их на собеседование. Вам нужно попробовать прийти на собеседование. Самый главный секрет проведения собеседований, вакансий, подачи резюме и подготовки всего этого в том, что компания, когда выкладывает вакансию, еще один такой вывод капитана очевидность, в том, что компания просто ищет человека, на которого может положиться. Вот такой простой вывод. Можно сделать из всех происходящих процессов. Это именно так. Чтобы они там не писали, им просто нужен человек, который придет и что-то сделает. И за ним не надо будет следить, его не надо будет проверять. Он придет и начнет приносить компании пользу. Но как понять, кто этот человек? Какого именно человека ищет та или иная компания? Секрет очень простой. Секрет находится в описании вакансии. Посмотрите описание вакансии, которое вывесила компания. Найдите там слова. Ожидаем. Требуется. Желательно уметь. Необходимо. Это все те слова, которыми компания подчеркивает, какого рода человека она ищет, на какую роль, какие задачи он будет выполнять. Там сформулировано все предельно четко. Таким образом, для того, чтобы попасть в эту компанию, вы должны так структурировать свое резюме, чтобы было понятно, когда ты на него смотришь, что в этом резюме вы именно тот человек, который соответствует описанию вакансии. Тем словам, желательно, необходимо, требуется и так далее. Если у вас до этого была другая должность, если вы там были PM, например, но вы выполняли схожие функции, у вас была роль аналитика, вы не были на позиции аналитика, но вы выполняли задачи как аналитик данных в том числе. Обязательно опишите это, аргументируйте это, расскажите про именно эту роль. Несмотря на то, что я был PM, на самом деле я был аналитиком, я делал такие-то задачи. Это очень важно. Если у вас нет опыта, вы совсем джун, вы не работали раньше ни в геймдеве, ни как аналитик данных, у вас нет релевантного опыта, самое лучшее решение – найдите открытый источник данных, сделайте на основании него реальный анализ данных, покажите свои умения и приложите этот результат в виде ссылки на какой-то дашборд открытый или аналитическую сводку, инсайды, которые вы обнаружили в открытых данных. Я не знаю, проанализируйте там ковид и смертность от него или распространение эпидемии, что угодно, но дайте эту ссылку на реальный свой пример работы с данными и что вы можете извлекать информацию, что вы можете ее анализировать и получать выводы. Вы сразу станете на несколько рангов выше, чем тот человек, даже которого пусть и был практически опыт, но он был не очень большим. Вы сразу выделитесь на общем фоне, на вас сразу обратят внимание. Все хотят посмотреть? Правда что ли? Ничего себе. Ладно. И супер секрет. Действуйте, как джуны, действуйте, как действуют все джуны, все джунов, всей России и так далее, всего мира. Приукрашивайте свой опыт. О, нифига себе, я умею писать Hello World. В вакансии требуется знание питона. Так, пожалуй, строить, добавить пару строчек. Что такое SQL? Google, ответь мне, что такое SQL? Select, звездочка, from. Господи, я уже знаю SQL. Конечно, вам стоит приукрашивать свой опыт. Не выдумывайте, но обязательно его приукрасите. Поймите, что обман все равно раскроется, и это будет не очень хорошо. Даже это будет плохо. Но, черт возьми, вы же джун. Все знают, что все врут на собеседовании. Так что ничего удивительного в этом нет. Легка приукрасить можно. Главное, чтобы никто не догадался. Главное, чтобы вы вовремя выучились и стали тем, кого компания ждет. Ну и, конечно же, практикуйте. С первого раза наверняка у вас ничего не получится. Вы выбрали, например, я хочу работать в Яндексе, я хочу работать в Геймдеве, я хочу работать в Мэле, я хочу работать в Озоне. Вот в эти компании я подам. А все остальное буду ждать, когда возникнет прекрасный шанс прийти туда и там на все это работать. Это неправильный выбор. Зайти со старта в такую крупную компанию достаточно тяжело, практически нереально. Скорее всего, вам нужно будет постоянно пробовать откликаться на все возможные вакансии, проходить невероятное количество тестовых заданий, делайте их идеально. Компания, когда просит сделать тестовое задание, она оценивает то, как вы будете относиться к своим рабочим обязанностям. Если вы делаете тестовое задание небрежно, уверяю вас, любая хорошая крупная компания немедленно выбросит ваше резюме и тестовое все это уберем. Так и произойдет. Сделайте прекрасное тестовое задание. Сделайте, адаптируйте свое резюме под каждую вакансию, чтобы оно соответствовало тому, что написано в этой вакансии. Проанализируйте открытые источники данных и приложите их в своем резюме, если у вас нет релевантного опыта. Никто не будет смотреть, что вы закончили какой-то там курс на каком-то там обучении. Не, они на это посмотрят, ну ладно, ладно, есть, понятно. Почему он там учился-то вообще, я вот не знаю. Может он так ходил, так поставили автоматом, деньги заплатил. Это не дает, большинства курсов нету репутации. Есть единичные курсы, которые заслужили репутацию, их очень немного, не знаю, два, ну максимум три, и все. Все остальное будет оцениваться людьми как, ну ладно, что-то он там читал, что-то он умеет, а умеет ли он реально работать. Делайте прекрасно тестовое задание. Ладно, что вы получите по прибытию на местное назначение? Темная страна. Вы можете столкнуться с тремя проблемами, первая из которых это выгорание. Когда вы потеряете связь с продуктом, в котором вы работаете, вы не понимаете, для чего вы работаете, зачем вы работаете, какая цель всего этого. Такое возможно. Тогда посмотрите на себя, каких задач вы ждете в течение недели, что именно приносит вам радость и удовольствие. Скорее всего, вам лучше не допускать состояния, когда вы приспособились к плохому, плохим выстроенным процессам, неинтересным задачам. Скорее всего, вам придется сменить это место работы. Вторая проблема это нет роста. Нет роста, потому что менеджер занят собой, неинтересно. вам придется сменить компанию. Но спросите, как менеджер оценивает ваши успехи и если так получается, что объективно вы молодец, ходите на собеседование, там вы получите другую оценку, насколько вы готовы к тому, чтобы сменить вакансии и получить повышение. Наконец, последний. Последний это увольнение. Увольнение, когда компания говорит все, решение окончательное, тебе лучше заняться поиском новой работы. Вот так. В этом тоже нет ничего страшного. Даже если вы потерпели неудачу, это, конечно же, неприятно, как и любому человеку, но это не значит, что дальше вас будут преследовать одни неприятности. Неудача на текущем месте совсем не означает, что вы повторите эти же проблемы на следующем месте. Наконец, почему же у вас получится? У вас получится потому, что вы приняли решение. Вы приняли решение, именно сила принятия решений позволила вам сосредоточить усилия в направлении достижения цели. Вы отсекли все второстепенное, вы отсекли все, что мешает вам и направили усилия к тому, что вы приняли решение. Кто, кроме вас самих, может вам помешать его достичь? А я отвечу, почему не дойдут другие? Человек сформировал в себе какое-то видение, он думает, что он прекрасен и умен, а он не пойдет на собеседование потому, что он боится получить негативный фидбэк. Он боится, что его корона разобьется, у него она вот такенная, он выиграл на хэгле какие-то места, ему все хорошо, а он тут раз получил негативный фидбэк. И он не пойдет на собеседование, чтобы его не получить, будет говорить, что он не понятый день или что-то еще. Куча людей не пойдет на собеседование, потому что для себя они уже себе все объяснили. Они объяснили, почему у них точно не получится. Вот у них точно не выйдет, они не такие. У них никогда ничего не получается. Нет, вот у этих да, у этих все хорошо, вот у них да, вот они вот так молодцы, а вот у меня точно не выйдет. Они все уже себе заранее объяснили, даже не попробовали. У вас получится, потому что вы подготовились, Потому что как только нужно вложить силы и время в подготовку, многие, которые хотели что-то изменить, быстро потеряют интерес и сойдут с дистанции. Даже если вы заплатили за курсы, то учитесь осознанно. Вы учитесь для себя, а не для того, чтобы получить какие-то оценки или баллы. Потому что никто на них не будет смотреть. Кому это особенно неинтересно. А вы должны получить максимум информации, вы должны научиться работать с этими данными. И у вас получится, потому что вы попробовали. Вы сделали попытку, и даже если у вас не получилось, вы попробовали еще раз. И даже еще раз не получилось, вы еще раз сделали попытку. И рано или поздно у вас все получится. Вот так. И вы станете человеком удивительной судьбы, как мы. Все у меня. Всем спасибо. Илья, спасибо. Какой позитивный вы зарядили так. Вдохновили, я надеюсь. И у нас есть время. Пару минут, там три минутки на вопросики. Ну и потом лично, я думаю, удастся лично поймать. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. Очень мотивирующий. Мне понравилось. Вот скажите, пожалуйста, вы говорили про точки роста и узкие моменты в играх. Можно какой-нибудь конкретный пример, когда с помощью анализа были найдены вот эти вот узкие места, какие решения были приняты? Ну, просто вот послушать, как работает аналитика. Ну, это вообще, как бы, мы делаем это все время. То есть, ну, например, такой банальный пример. Какая-нибудь акция, монетизация, распродажа, я не знаю. Кто-то выпилил, ну, запилил новый контент и включил туда монетизацию. Вы смотрите на деньги и видите, что деньги не растут. Деньги остались на прежнем уровне. Что произошло? Почему? Почему ничего не выросло? Нафига мы делали этот контент? Мы позовем аналитика и узнаем, что же произошло. Он посмотрит и окажется, например, что в рамках этого обновления у вас было три разных предложения. И вы не персонализировали эти предложения, вы предлагали их всем. И вдруг оказалось, что одно из этих предложений прекрасно работает на один тип аудитории. Оно действительно то, что им надо. Они его скупают в большом количестве. А все остальное не работает. И получилось так, что у вас платежи просто перераспределились. Вы смотрите на выручку и вы видите, что деньги на прежнем месте, значит, акция не работает. А на самом деле вы угадали только для одного типа аудитории, а со всем остальным наоборот. Как вы узнаете об этом? Как вы ответите на этот вопрос, если вы не позовете аналитика данных, который посмотрит и найдет этот ответ? Я не знаю, как еще сделать это. Я понял, спасибо. Тогда еще один вопрос. Представим, есть команда, у нее нет аналитика, но есть человек, который выполняет функции аналитика. Вот какие можно дать ему советы или как можно улучшить его жизнь в команде для того, чтобы он лучше выполнял именно вот эту часть работы аналитической? Все зависит, конечно, немного от тех инструментов, которыми он пользуется, но действительно аналитик — это роль. И в ряде компаний решения, которые принимаются, они могут быть не основаны на данных просто потому, что компания не достигла того уровня или того объема данных, или того уровня компетенции. Или их экспертное мнение достаточно для того, чтобы принимать какие-то простые локальные решения. То, что делать аналитику данных в данном случае, если он не аналитик данных, а, предположим, ГДшник, я предлагаю ему определиться с тем, что ему больше нравится. Если ему больше нравится быть ГДшником, то умение аналитика данных только будет ему плюсом в резюме, потому что ГДшник, который прекрасно разбирается в числах, рано или поздно может стать в том числе и аналитиком данных. У меня есть пример такого человека. Если же ему больше нравится аналитика данных, то я советую ему в ней специализироваться. Если ему нравится это, то пусть он глубже изучает инструментарий, все больше уходит туда. И я советую ему двигаться к тому, что ему ближе, конечно, если говорить с точки зрения принятия решений. Если говорить о том, как ему работать, то я думаю, что рано или поздно ситуация изменится, либо он уйдет просто из этой компании. Потому что либо он перерастет ту позицию, в которую занимает, либо он примет для себя решение становиться аналитиком, либо ГДшником, который хорошо разбирается в аналитике. Я думаю, что рано или поздно придет момент, когда он захочет профессионального роста и чуть больше времени посвятить тому, что он хочет. Вот какого рода советы? Я хотел более прикладные. Например? Например, ну вот мы недавно интегрировали Dev2Dev, например. То есть решили посмотреть, что происходит у нас в игре, как-то в этом разобраться. Но у нас, наверное, не хватает сейчас компетенции. Возможно, есть какие-то советы, может, есть другие инструменты, чтобы для маленькой команды можно... Наверное, нет. Наверное, инструментов для маленькой команды, которые бы обеспечили, скажем так, работать как старшие товарищи, как старшие компании, у вас все равно не получится, скорее всего. Потому что у вас другие ресурсы. Это нормально. Это просто стадия жизни той или иной команды, той или иной компании. Это обычное явление. В этом нет ничего страшного. Не бойтесь, продолжайте использовать этот инструмент, изучите его глубоко, и его функционал, в принципе, позволит вам делать довольно неплохие исследования. Это неплохой инструмент, это хороший инструмент. И в вашем случае это лучший выбор, который вы могли сделать на тот момент, что у вас нет другой базы данных, аналитиков, дата-инженеров, которые настроят, наладят весь этот процесс. Окей, работайте с тем, что есть, извлекайте максимум из этого инструмента, и я думаю, все будет хорошо. Спасибо большое. Тут, в общем, я вас поддерживаю. Спасибо. Спасибо.